Идем далее. Федеральный закон о капитальном ремонте в России действует уже целых два года и за это время обсуждений об его исполнении было множество. До сих пор далеко не все жители многоквартирных домов готовы оплачивать квитанции за капремонт. Часто поясняют отсутствием средств. Однако делать это все же необходимо, ведь закон един для всех. В то же время правительством России разрабатываются и внедряются в жизнь меры социальной поддержки. По-другому льготы для некоторых категорий граждан. Как и в случае с коммунальными платежами, взносы за капремонт подлежат компенсации. Совсем недавно в силу вступили поправки в законе, благодаря которым платежи за капремонт смогут быть уменьшены наполовину, либо возвещены полностью. О мерах социальной поддержки для некоторых категорий граждан мы сегодня поговорим с заместителем начальника территориального управления соцзащиты Кунгура Людмилой Александровной Устеговой. Людмила Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Главный вопрос сегодня для людей, имеющих льготы. Планируется ли какая-либо мера социальной поддержки по оплате взносов в фонд капитального ремонта? Да, конечно. Действующим законодательством уже предусмотрено предоставление мер социальной поддержки по оплате взносов за капитальный ремонт. Так, с 1 июля 2015 года такая мера социальной поддержки, возможно предоставление такой меры социальной поддержки льготным категориям, установленных федеральным законом о ветеранах. Это у нас участники войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, умерших участников и инвалидов войны и другие, а также для граждан, пострадавших от воздействия радиации. С 1 января 2016 года также установлены льготы для инвалидов 1 и 2 группы и для семей, воспитывающих детей инвалидов. Ну и 31 марта был подписан закон Пермского края о предоставлении льгот по оплате взносов за капитальный ремонт гражданам, достигшим возраста 70 лет и 80 лет. Давайте об этой категории поговорим подробнее. Кто имеет право получать льготу, установленную законом Пермского края? Да, вот законом Пермского края как раз установлена льгота для одинокопроживающих, собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет. Для них льгота устанавливается в размере 50%, а также для одинокопроживающих, неработающих, собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет, для них льгота устанавливается в размере 100%. Также вот эти граждане будут иметь право на льготу и в том случае, если они проживают в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров. А какие действия необходимо предпринимать этим людям и куда обратиться за оформление социальной поддержки? Предоставление мер социальной поддержки по закону Пермского края действительно носит заявительный характер. Необходимо обратиться к нам в территориальное управление со следующими документами. Это паспорт, конечно же, это документ о праве собственности на жилое помещение, это трудовая книжка и справочка о гражданах, совместно проживающих с человеком, с заявителем. Но мы эту справочку еще называем справкой о составе семьи. А также необходимо представить документ о платежах взноса на капитальный ремонт, начисленных за последний месяц перед обращением. А как будет рассчитываться льгота и на какие суммы человек может рассчитывать? Может какие-то примеры имеются? Да. Необходимо отметить, что меры социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт предоставляются в виде компенсации понесенных расходов, а не в виде скидки. Меры социальной поддержки предоставляются при отсутствии задолженности по оплате взносов. Ну и я уже упоминала выше, размер льгот для граждан, достигших 70 лет, у них размер 50%, для граждан, достигших 80 лет и старше, размер поддержки 100%. Но необходимо еще, конечно же, отметить, что вот меры социальной поддержки, они предоставляются в пределах минимального взноса, установленного законодательством. На сегодняшний день установлен взнос 7 рублей 58 копеек за квадратный метр. А также предоставляются льготы, исходя из размера нормативной площади жилья. Какая это площадь? Если это одинокопроживающий человек, такая нормативная площадь 33 квадратных метра. Если это семья из двух человек, то это 42 квадратных метра, то есть 21 на каждого. А если семья состоит из трех и более человек, то в данном случае 18 квадратных метров на каждого. Людмила Александровна, давайте посмотрим, сколько это будет в рублях. Давайте. Мы с вами говорили о квартире площадью 31 квадратный метр. 31 мы умножаем на 7,58. То есть размер взноса данного человека составляет 234 рубля 98 копеек. 50% составит 117 рублей 49 копеек. Именно на такой размер компенсации человек и может рассчитывать. Давайте посмотрим другой пример, где одинокий человек проживает в двухкомнатной квартире общей площадью 44 квадратных метра. 44 умножаем на 7,58. То есть ему предъявляют квитанции к оплате на сумму 333 рубля 52 копейки. Однако, как я сказала, льгота будет предоставлена в этом случае не на 44 квадратных метра, а только на 33. Получается 33 мы умножаем на тариф. И у нас сумма, льготируемая сумма взноса 250-14. Умножаем на 50%. Получается, размер льготы в этом случае составит 125 рублей 7 копеек. Ну и давайте подведем итоги. Платить надо, а компенсация при отсутствии задолженности. Конечно, я могу сказать, что на сегодняшний день меры социальной поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт в действии. Они предоставляются, но предоставляются при отсутствии задолженности и предоставляются в виде компенсации расходов, а не освобождения от оплаты или предоставления скидок по ней. Людмила Александровна, спасибо, что пришли сегодня к нам гостем в студию. Всего вам доброго и до свидания. До свидания.